Ну, вы понимаете, сложность в том, что, наверное, у меня нет какой-то определенной жесткой, четкой, точной позиции, которая вам нужна. Но я просто понимаю так, что, конечно, наверное, уничтожать продукты при том количестве, там, не знаю, детских домов, голодных, каких-то людей, детей и так далее, недоедающих и так далее, это, наверное, тоже все безобразно и ужасно. Но, с другой стороны, закон есть закон. Наверное, если в какой-то другой стране, типа, там, Германии или Швеции, Швейцарии и так далее, будет закон и будут санкции на какие-то продукты, и эти продукты будут приходить на границы, их будут обнаруживать, и я думаю, что их будут уничтожать. Вот мне так как-то кажется, я не могу быть уверена в этом, но мне кажется, что там никто не будет говорить, нет, давайте мы возьмем продукты и отдадим их в детские дома. Вот, ну, там, сыры или какие-то изысканные колбасы, давайте отдадим в детский дом. Нет, я думаю, что там все уничтожат. Поэтому я думаю, что, наверное, да, наверное, надо уничтожать, ну, раз это закон, но просто я думаю, что, может быть, проблема в том, что там, наверное, просто люди получше живут, нет такого количества там нищих или бедных, недоедающих детей, наверное, там вот это лучше, поэтому как бы нам подумать о том, чтобы у нас было лучше в этом смысле, да. А я лично прекрасно обхожусь, ну, без колбас, потому что вообще их не очень люблю. Вот, с сырами сложнее, сыр я очень люблю, но я как-то привыкла и нашла себе какую-то замену, ну, и, в общем, поняла, что, как ни грустно, но как-то это, ну, для меня не катастрофа. Это я сейчас не к тому говорю, что давайте введем еще больше санкций. Я, конечно, переживаю, мне, конечно, жаль, что это происходит, но, в принципе, я прекрасно понимаю, что можно обойтись без сыра. Ну, и такого сыра какого-то. Есть адыгейский сыр. Ну, мне так вообще надо подумать о диете и вообще об отсутствии сыра в своей жизни, поэтому, если думать так, то для меня вообще на пользу все это, правда, это пока не работает, в моем случае, но, в принципе. Но вообще вопрос, конечно, грустный, очень сложный вопрос. Я не знаю, я думаю, что в любом случае закон должен исполняться. Другое дело, что вообще уместен ли такой закон, там, насколько вот эти вопросы, но, знаете, в хозяйственные вопросы мы не вникаем. Тут я говорю, я по уже какому-то своему укладу жизни, я просто понимаю, что все это очень сложно, всерьез, я не буду за шапком, за махательством заниматься, потому что я реально, я не знаю, как это лучше устроить. Я плачу налоги. И думаю, что чиновники, которые получают зарплату из моих налогов, должны вот это лучше все как-то думать и прорабатывать. Я не знаю, у меня маленький ум. Я не знаю, как лучше. Мне очень жалко людей, которые недоедают и которым плохо живет. Хотя иногда, мне кажется, вот, допустим, я думаю, что все тоже очень сильно по-разному. И у нас, наверное, в России это особенно все очень по-разному. Все зависит очень от человеческого фактора, от человеческого, ну, как бы от конкретного человека на месте, к сожалению. Только, то есть, как бы какие-то общие законы, что все как-то не так сильно работает. Но вот я сколько раз бывала в каких-то детских домах и знаю, что бывают очень разные те же детские дома. Есть же очень прекрасные детские дома, где их и нормальная еда совсем неплохая, и нормальные условия жизни. И вот не так давно мы были в Волгодонске, были там в нескольких детских домах. И дочка моя, которой я хотела показать эти детские дома, чтобы она оценила, какая она счастливица, что она живет дома, и все у нее есть. У нее есть мама, и, в общем, а вот бедные дети в детском доме. Она побыла, побыла там, побыла, посмотрела на их занятия, на то, что они делают, как с ними играют, как с ними занимаются. Потому что там дети с проблемами развития, то есть там необычные дети. И при этом еще детдомовские и необычные. Это Волгодонские. И она мне сказала, мама, можно я тут еще немножко побуду? Я поняла, что вся моя сверхзадача, чтобы она оценила свою жизнь в достоинстве, я поняла, что нет, это не вышло. Она прониклась романтическими чувствами к детскому дому. Поэтому детские дома тоже бывают разные, и все очень многое зависит от человеческого фактора. Поэтому я думаю, что нужно, чтобы, ну я сейчас такую глупость скажу, но мне хочется, чтобы люди были как можно лучше сами по себе. И от этого, мне кажется, выйдет очень много улучшений на местах, в разных местах. И чем больше эти люди будут знакомиться, видеться, видеть пользу, которую все они приносят, тем это, может быть, как-то и будет все работать, понимаете. А сами по себе законы надо исполнять, наверное. Но хотелось бы, чтобы те люди, которые законы эти издают, чтобы это, конечно, были какие-то не просто люди с маленьким умом, а чтобы это были какие-то настоящие государственные мужи.